всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я хочу вам рассказать один способ который я думаю пригодится вам запоминайте сохранить это видео к себе обязательно чтобы потом когда вдруг случится такая неприятность вспомнить и пересмотреть и так иногда бывает так что пряжа закончилась а изделие еще не довязано в таких случаях мы начинаем искать пряжу находим ее приносим домой и видим что есть минимальные различия на первый взгляд они казалось бы незаметны но если продолжить вязание то эта разница будет явно видна что можно сделать в этом случае смотрите вот у меня недовязанный джемпер было здесь несколько рядочков провязанная их распустила и намотала на пустую бобинку а это новая пряжа которую я нашла в другом совершенно интернет-магазине она мне пришла и вот как раз получилось то еле-еле заметное отличие сейчас я вам покажу как можно ввести эту новую пряжу чтобы не было видно разницу я предлагаю несколько рядов провязать методом helix то есть вот у меня старая ниточка да кстати должно остаться какое-то небольшое количество на несколько рядов хотя бы старые нитки и вот у меня новая нить которую я сейчас буду вводить в вязание то есть вот последняя петля провязана старой ниткой следующую петлю я буду провязывать новой ниткой то есть вот так вот подряд все петельки теперь я вижу новой нитью вот у меня остался хвостик новой нити и я оставила в покое старую ниточку сейчас я весь ряд провяжу новой ниточкой и когда я дойду до этого места я к вам вернусь смотрите вот я довязала до того места где я начала вводить новую ниточку вот оставленная старая ниточка и до нее я не довязала две петли в принципе сколько петель здесь оставлять не имеет никакого значения можете оставить 2 3 5 10 сколько угодно то есть сейчас в данный момент я оставляю в покое новую нить подхватываю вот эту вот старую и вот эти оставшиеся петельки между ними я просто переснимаю вот так все вот последняя петля у меня провязана старой ниточкой я дальше продолжаю вязать то есть вот тут как раз то первая петелька новой ниткой провязана придерживайте ее чтобы она не выскочила я дальше продолжаю вязать старой ниточкой то есть получается что мы сейчас чередуем ряды по методу helix и вязание у нас происходит по спирали то есть вот мы прошли один ряд пришли не дошли подхватили нижний ряд прошли не дошли и так мы будем чередовать то есть я сейчас старой ниточкой довяжу вот до этого места вот где у меня оставлено нити на несколько петель оставлю между ними потом подхвачу вот эту нить снова новую эти три петельки или сколько там пересниму на правую спицу и продолжим вязать в следующем ряду вот этой ниточкой сейчас я провяжу и покажу что у меня получилось ну вот я провязала несколько рядов чередуя старую новую ниточку камера конечно не все оттенки передает но даже я уже не вижу отличий таким образом можно избежать контраста если у вас попались нитки из разных партий надеюсь что этот способ по методу helix вам понравился вы запомните его и будете использовать конечно же я желаю чтобы вам хватало всегда ниток на ваши проекты чтобы нитка не заканчивалась в самом неподходящем месте желаю вам ровных петелек на сегодня у меня все пока пока с вами была юлия и мой факультет рукоделия а